Добрый вечер всем новым и старым. Мы продолжаем нашу тему. Я отключу всем звук. Кто-то захочет спросить или что-то сказать, пожалуйста, чтобы нам просто не мешало. Отлично. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по поводу по теме. Название двоякое получилось. Тора и наука или вера и неверие. Мы немножко расширили нашу основную тему Тора и наука на вера и неверие в учении Равкука. И на сегодня, как я уже сказал, к сожалению, у меня нет перевода на наш отрывок. Мы будем переводить по ходу. Я сейчас дам небольшое вступление. Это отрывок, это письмо, которое Равкук написал на вопросы, которые Музу давал доктор Моши Зайдель. Он был ученик Ешивы во время Равкука. У него были какие-то вопросы, вопросы по вере, вопросы вообще. И он их посылал Равкукуку. Равкук ему отвечал, так вот, соответственно, благодаря этим вопросам и ответам. Эти письма у нас сохранились. И одно такое письмо мы будем изучать сегодня. И оно как раз затрагивает нашу тему. Как нам соотносить развитие науки и, в общем-то, какие-то положения религии. Хорошо? С вашего позволения. Начнем. И, видимо, тогда, если мы сегодня успеем это письмо закончить, оно относительно длинное. Посмотрим, если мы успеем. Если мы успеем его закончить, добрый вечер, то следующий урок тогда будет последним. Это будет подытоживание Равшерки на, в общем-то, все то, что мы учили. Это, скажем так, как Равшерки видят учение Равкука по отношению к взаимоотношению Торы и религии. Это у нас будет последний урок. Либо следующий, либо через обед. Все. Тогда с вашей помощью мы начинаем. Добрый день. Значит, здравствуй, мой дорогой друг, любимый, ученик. Он учился в Ешиме Моши Зайдель. Есть жених Торы, наполненный знанием и чисто трепетом перед Богом Моши Зайдель. Гея не михтавка, аннаим, воем היה הזמן, месפиг, היה рауи להариха рбе. Левهер шураш דבר בכл ярот И все основные вещи waren в качестве следования. поднял каль валенова хували варер имеет петураты прибыл ко мне твое значит твое приятное письмо если было бы достаточно времени раскрыть эту тему больше было бы стоило бы потратить на это больше времени выяснить больше корни со всеми пояснениями и разъяснениями дорогие вещи которые разветвляются от них в вопросах мудрости веры что все падения все преграды для нас они приходят только из-за того что нет требования к этим вопросам мудрости веры и соответственно каждый их решает каждый решает сущностные вопросы бытия на основе невыберенного знания и поэтому закон получается кривой и и мы должны на нас есть ответственность выяснить праведное верное речение истинный то я имею в виду Продолжение следует... Продолжение следует... А простое объяснение, что если бы человек своим выбором не мог бы получить великое благословение, то было бы творение, создание, все сущее более благословенное, и был бы тогда вкус дерева похож на вкус... Мне кажется, что это не совсем верно, что если бы он только хороший мог получить, в соответствии со своим выбором... Я здесь скажу, если честно... Знаете что, давайте действительно проверим какое-то место, потому что здесь мне тоже кажется, я проверю с книги, потому что я уже видел, что текст интернета, там были ошибки. Дайте мне с вашего позволения полминуты. Нет, нет здесь ошибки, все правильно. Значит, продолжаю. И был бы тогда вкус дерева похож на вкус плода. И это было бы тогда началом, основой всех остальных сил, которые были бы более благословенны. Однако из-за того, что человек, в конце концов, в будущем он выходит из границ прямоты, то есть насколько я понимаю, Раб говорит о том, что человек грешит. Поэтому у нас было моральное препятствие чтобы не улучшить землю, как ей положено. Значит, здесь нужно долго объяснять. Во-первых, у нас отсутствует вопрос. У нас есть только ответ равн. Поэтому вопрос нам нужно восстанавливать самостоятельно. Вопрос, предполагаемый здесь по поводу Медраша, который говорит о том, что земля согрешила и не сделала так, как было приказано. Всевышний сказал земле, как пишет Раши в главе «Бытия», сделать дерево вкуса, чтобы вкус дерева был как вкус плода. Это приусы при. А земля сделала дерево, которое делает плоды. То есть, в общем-то, земля не сделала так, как сказал Всевышний. Соответственно, Моша Зайдель здесь спрашивает, видимо, разъяснение этого Медраша. И, насколько я понимаю, объяснено такое, что если бы из-за того, что человек в будущем у нас грешит, то поэтому, напираясь на это, до того земля грешит тоже, с тем, чтобы у нас земля не получилась цельная. Какой земли был бы достоин человек, который бы не согрешил. Я так понимаю. Но мы здесь, с вашего позволения, не будем долго останавливаться, потому что это не основная тема нашего сегодняшнего разбора. Мы с вашего позволения пойдем дальше. И это, с вашего позволения, Здесь у нас написана такая вещь. И это нам объясняет все принципиальные изъяны, которые существуют в творении. Которую, чем занимаются те, которые критикуют создание. И только тогда, когда мы будем достойны, когда возвысимся на уровень объединения морали с остальными силами, тогда они поймут смысл этих вещей. И это называется грех земли, как было объяснено дальше в Медроши. Как будто это проклятие. Рав здесь упоминает с кользом объединение силы морали с другими силами. Я здесь немножко, совсем чуть-чуть расширю. Рав говорит в другом же месте, просто по этому же поводу. Что у нас есть соотношение между развитием и моралью. Развитием как бы вообще, развитием материального мира есть соотношение с моралью. Значит, понятно, что эти вещи, они как бы есть у них взаимоотношения. Какие взаимоотношения? Если мораль у нас уходит вперед, то это хорошо. Даже если развитие не догоняет, даже небольшие силы, которые есть, будут распределены так, чтобы было благословение в мире. И наоборот, если развитие у нас впереди морали, то будет плохо. У нас слишком много сил, слишком много возможностей. И мы не знаем, какими хорошо и правильно распоряжаться. И это нас может привести очень просто к катастрофе, к падению. Лучше всего, конечно, чтобы эти силы развивались параллельно. Но в любом случае, впереди всегда и главное должно идти развитие морально. Это как бы основание, это как бы основа, это то, что Рам говорит в другом месте. Мне кажется, здесь он скользом касается того же самого. Так как у нас есть грех, который согрешит человек, то и земля согрешила, то есть она не полностью развилась, как могла, не во всей своей мощи она дает благословение человеку. И вообще в нашем мире у нас есть много миграот, много неувечий, много недостатков. Именно потому, что морально человек еще не совершенствует себя как нужно. Окей, еще раз, здесь мы остановились, я не очень хочу сюда более углубляться, потому что это один вопрос, наш вопрос, он немножко дальше, и мы хотим до него добраться. С вашего позволения, продолжаем. А по поводу счета лет создания по отношению к тому, что у нас сегодня геологическая наука высчитывает, считает, да? То есть здесь уже Раф касается именно нашего вопроса, противоречия Тора и науке, что по нашей традиции с Торой у нас, мы ведем традицию, что Всевышний создал Землю, все творение вообще, 6 тысяч лет тому назад, соответственно, мы так и считаем, у нас сейчас год 5781, да? А по геологическим замерам, ну, поговорит, не, ребята, вы о чем, у нас Земля 4 миллиарда лет, да? Плюс-минус. Математика не сходится. И Раф Кук сейчас именно поднимает этот вопрос, и это вопрос нам, это один из тех вопросов, которые нам уже, да, важны. Давайте посмотрим, что Раф предлагает здесь. Хорошо? Пожалуйста. 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 предыдущей эпохи до того момента, как мы считаем наше исчисление, до этих 6000. Это известно всем каббалистам, всем прошлым каббалистам. И также написано в Медраше, Медраш Раба, что Всевышний он строил миры и их разрушал. И написано в книге Зоа, в Парашатва Икра, что были разные виды людей, кроме человека, который упомянут в Толе, то есть до него. Однако, там нужно глубоко хорошо понимать эти все глубокие и тонкие намеки и милицот, намеки, да, которые нужно широко и глубоко объяснять и понимать. Однако эти раскопки геологические, они говорят нам, что тоже были найдены эпохи созданных и в их числе людей. Однако, не нашли там большого разрушения, как у нас сказано, в нашем Медраше сказано, что Всевышний разрушал миры. А в раскопках не найдены разрушенные миры, да. И там не было разрушения и создания заново. Однако, он говорит, это не обязательно. Это у нас то, что не нашло, это у нас только предположения, и не нужно на них полагаться. Итак, РАФ делает первую свою попытку примирить подход геологии и подход ТОРЭ на основании Медраше, Нигизо и так далее. Это первый этап. А теперь у нас второй этап. Оваль баймет, энэнонискаким флаль лезэ, леколь зэ. Однако, это все нам совершенно не нужно. Нам это все совершенно не требуется. Что даже если бы прояснилось нам, что порядок создания, он был по пути развития видов, видов, то есть по дарвиновской теории эволюции, то в этом не было бы никакого противоречия. То есть, РАФ говорит здесь такую вещь. Даже если мы абсолютно точно, не как гипотеза, а абсолютно окончательное, уже абсолютное знание, нам прояснится, что виды создавались по теории, по дарвиновской теории эволюции. Я здесь добавлю уже в скобочках. А земля создавалась по геологической теории развития, не знаю там, земных, небесных тел. То в этом нет значения, как бы противоречия. А как же? Ну давайте читать дальше. Субтитры создавал DimaTor. Итак, давайте сперва переведем. Что мы считаем по простому пониманию стихов Торы, которые относятся к нам гораздо больше, чем какие-то более древние знания. По отношению к которым, которые гораздо меньше нам важны. Это не до конца понятное предыдущие. Я его объясню по Раф Шенке, но на самом-то деле Раф Кук объяснит сам себя в продолжении. Объясняемо это так. Человеческая история, которая важна человеку, это плюс-минус 6 тысяч лет назад. До того человечество себя не помнит и не помнит свою историю как человечество. Поэтому это нам не важно. Если мы вспомним особенно, что Тора нам говорит про, в общем-то, моральное развитие человека и человечества, то этот отрывок 6 тысяч лет, он более или менее отрывок, когда человечество себя помнит. Я и самоопределяю как человечество. Но давайте не будем сейчас мои объяснения. Давайте прочитаем дальше. И Тора, конечно, запечатала рассказ про сотворение мира. И разговаривала она баснями и аллегориями. Что все знают, что рассказ про создание мира – это часть Таин Тора. Если бы все было по простому пониманию, какие тайны здесь есть? И еще сказано, и уже сказано в Медраше, нас послуг рассказать силу своих деяний человеку, созданному в сотворении мира, невозможно. Поэтому Всевышний запечатал, как сказано, в начале сотворил Бог. Итак. Рак нам здесь говорит очень важную вещь, даже несколько. Одно. Тора нас считает не геологически, а по эпохам, которые важны нам с моральной точки зрения. Второе. Из изучения стихов, по крайней мере, в начале книги «Бытия», мы не можем ничего учить или брать оттуда, но на науку. Потому что это тайны Торы, которые Торы объясняют только намеками и, как сказать, притчами, а не простым пониманием. Поэтому даже если мы будем точно знать, что теория Дарвина верна, и геологические теории верны, космогонные теории тоже верны, нам не будет никакой проблемы с Торой. Не обязаны мы будем, как Раф попытался изначально это дело все при... тащить одно к другому, попытаться объяснять. Нам это совершенно не будет. Это очень важная вещь. Продолжение следует... Продолжение следует... А основа, которая нам выходит из всего этого рассказа, это постигать Всевышнего и настоящая моральная жизнь. Жизнь настоящей морали. А Всевышний отмеряет, отвешивает на весах буквально даже Дух, который не сходит на пророков. И Он так сократил, чтобы великие вещи оделись именно в такие вот обличия. Что бы люди могли постигать, понимать из них со всеми своими возможностями все, что максимум, который им полагается, доступен. Как сказано, дорогой и... О, свет дорогой и буквально замерзший. Что это тайный торт. Что в этом мире они дорогие. Они будут замерзшие в будущем. И только Он сможет нам объяснить, Он это Всевышний, Пирте Дворим, эти все вещи, подробности этих вещей. Мы не успеем сегодня точно все это письмо. Соответственно, мы продолжим на следующем уроке. Давайте остановимся, где небольшая установка. Я как бы дам вам высказаться, и потом мы продолжимся, насколько успеем дальше. Пожалуйста, кто-то хочет отнестись к тому, что мы сегодня сейчас прочитали, выучили. Не совсем понятна идея сокрытия. Идея сама есть какой-то высший смысл в том, чтобы было скрыто до времени. Или просто еще человек не дошел до такого уровня, когда он в состоянии, это будет понять. Давайте я отвечу вам. Я, во-первых, не до конца уверен, что я хорошо понял ваш вопрос. Я постараюсь ответить. Если вы увидите, что я не туда иду, вы меня поправьте. Хорошо? Я отвечу про в шапке. У Всевышнего вообще нет задачи передавать нам научные данные. По очень простой причине. Это не оправдывает. Там-Тарарам с дарением нам Торы на горе Синай, с откровением и так далее. Ты это можешь понять сам. Зачем для этого Всевышнему приходить тебе что-то рассказывать? Основное направление Торы это потянуть нас в моральном смысле там, где мы сами не сможем. Поэтому, то есть теперь, то, что вы сказали, что мы не можем понять, это я недавно тут написал пост, я видел в Фейсбуке, как это, Раф умирает, приходит к Богу и спрашивает, как был создан мир. Он ему говорит, вначале был большой взрыв, потом плазма, потом там 5-13 миллиардов лет распространялось и так далее. Раф говорит ему, а как же? Но говорит, а как ты хочешь, чтобы я объяснил про глюнную плазму людям 3000 лет назад, понятными словами? Понятно, что... Да, я поэтому и спрашивала, я тоже... Да, вы это спросили, у меня, я понял, да? Но мне кажется, это как раз вот по Рафтуку, это нижний аспект. Да, понятно, что на сегодняшнем уровне развития науки люди тогда не могли понять. Не только на сегодняшнем, но и 100 лет тому назад или 200. А мы, видимо, не сможем, нам будет очень сложно понять какие-то научные представления, которые еще там через 50 лет будут дальше. И у нас нет на сегодня в языке каких-то понятий. Но мне кажется, это низкая форма понимания, я извиняюсь, это просто вообще неинтересно. Тора принципиально не занимается передачей нам физических знаний о мире. Скажем, это даже наоборот. Наоборот. Это тоже, мне кажется, Тарат сейчас и здесь нам скажет, что это у нас называется, что пророчество говорит языком людей. Что это значит? Это значит, что мы берем те факты, не даже факты, то, чем люди живут, то, как они видят мир и пользуемся этим как притчами, как примерами, чтобы объяснить какие-то духовные и моральные аспекты. Мы говорим всегда на уровне людей, с которыми мы общаемся, и мы пользуемся их уровнем научного и естествознания, но не потому, что это верно, а потому что то, на что можно опереться, чтобы объяснить то, что мы хотим объяснить. И то, что завтра это окажется неверно, нам не мешает. Потому что мы можем менять эти притчи, потому что да, мы сперва думали, что, не знаю, там, у нас есть лучи тепла и ночи холода. И так вот люди верили в это. Допустим, 80-180 лет тому назад пытались доказать, что есть лучи холода и даже ставили эксперименты, доказывающие. А мы на основании этого, того, что люди знали, во что верили. Можем сказать, окей, вот похоже на это, вот так вот это работает у нас в духовном мире или вот с моралью это идет так и так. А завтра это поменялось. Ничего страшного. Потому что основано, потому что нам главное не как-то не башар, а не мшар. Нам нужна не сама басня или пример, а то, что из этого мы учим. То, что учим, это оказывается верно всегда. А то на основании чего может вполне меняться. Это менее принципиально. Да, то есть здесь подход, насколько я понимаю, он просто противоположный. Не то, что я сейчас пытаюсь объяснить понятным людям языком какие-то физические аспекты. Мне на физические аспекты вообще наплевать. А я ими пользуюсь, чтобы на их основе преподать какие-то моральные вещи. Теперь, это все верно, конечно, только к началу Торы. То есть это, конечно, основное смысл Торы и движение это мораль. Но мы не можем объяснять так всю Тору, что вся Тора это только это тайна. Потому что во всей Торе у нас есть также и простое понимание. Но мы знаем, что в начале Торы там только тайна. И там основа это тайна. Есть у кого-то еще вопросы или мы пойдем дальше? Я все-таки хотела как бы заключить. Все-таки Рав пишет. Поправить немножко камеру. У вас просто видно пол лица. Спасибо. А я вообще не вижу никого, только текст видит. А, потому что люди не открывают камеру. Это их выбор. Рав все-таки говорит о том, что в будущем Всевышний откроет тайны, которые он скрыл в Торе по той или иной причине. Потому что это в тот момент не важно или в тот момент не могли понять. Так или иначе. Тем не менее, по-видимому, открытие вот этого тайны в конце имеет какой-то дополнительный смысл. хотя пока непонятно какой. То есть возможно, что это объяснит нам единство, которое существует в Торе, что Тора, в общем-то, несмотря на то, что она говорила языком человека, она, тем не менее, все это можно понять и на языке физики, Например, я предполагаю. но пока нам это совершенно непонятно. Не знаю. Скажем так, в любом случае это нам то есть у вас вопрос, если я правильно понял, а окей, это тайны, а какие же а что за тайны? Насколько я понимаю, в нашем рассмотрении это неинтересно вообще. Есть какие-то тайны, какие кто-то знает, тот не знает, тот узнает их завтра, кто-то их знал вчера. Мы сейчас разбираем вопрос. все вышли говоришь, что никто не знает, что только в конце он их откроет. Раф нам скажет, по-моему, здесь еще, здесь же, по-моему, Раф нам скажет простое понимание, что мы учим, что для нас важно из того, как вот нас описано создание человека в книге «Берешин». Если я не ошибаюсь, это именно в этом отрывке, но может быть, я ошибаюсь. продолжим, с вашего позволения, хорошо? Но на все не ни 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 раз ни 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нет никакого противоречия ничему из Торы, из каких-то идей или мудростей, которые связаны с наукой совсем вообще. Потому что мы не обязаны принимать гипотезы за объективные полностью проверенные вещи. Даже если они широко распространены и есть широкое согласие по их поводу. Потому что они могут завянуть, как трава. Что скоро разобьются более продвинутые инструменты. И будут все гипотезы прошлые, и все новые, на сейчас новые гипотезы, над ними уже будут смеяться. И все высшая мудрость наших дней превратится в привитивность, в низкие вещи. А слова нашего Бога, они будут навечно. Как сказано, потому что горы прекратят свое существование, и холмы рассыпятся. Мое милосердие от тебя не отойдет, и мой завет, завет мира, не покачнется, как сказал милосердный Всевышний. Раф, обратите внимание, Раф у нас это самое, как это, ходит туда-сюда, да? Он предлагает, он предлагает соответствие между Торой и наукой. Следующим этажом говорит, но на самом-то деле нам это совсем не нужно. Потом возвращается и говорит, да, но и опять предлагает нам еще раз соответствие между Торой и наукой. То есть, несмотря на то, что Раф нам предлагает соответствие, насколько я понимаю, основа – это то, что мы учили посередине. На самом-то деле искать соответствие мы не совершенно обязаны. Несмотря на то, что действительно наука – это гипотеза, это не обязательно окончательные вещи, они меняются постоянно. Тем не менее, насколько я понимаю, основа подхода Рафа – это вот второе объяснение, которое мы слышали. О том, что Тора просто говорит про другие вещи. Итак, дальше, с вашего позволения. Спасибо. Окей, так, через несколько минут мы заканчиваем. Так, и иногда. Вы помним, что иногда маскируем это МЦИМ. Нет, секундочку, я что-то пропустил. Нет, нет, пропустил. Да, у меня просто сдвинулось. Сама? Да. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как третье это уже у нас введение в то, что будет в следующий раз. Итак, то есть объяснение раба, он идет и углубляет. Соответственно, более глубокие объяснения у нас будут в следующий раз. К сожалению, мы примерно половину прошли, а половину мы как раз не успели. Итак, давайте переведем. Основа всего, что мы учим в мире, что все творит Всевышний. А средства, великие или небольшие, мелкие, на их тысячи или десятки тысяч, они все деяния Бога, который не пропустил в мире что-либо. Чтобы в мире нет недостатка чего-либо. И нет границы Его могущества и силы Его мудрости и величию благословенной Он и благословения Его имя навеки вечны. Иногда мы упоминаем средства, также их упоминаем по имени, с тем, чтобы расширить наше знание. А иногда мы говорим, перескакивая, коротко, и создал Бог, и сделал Бог, как мы говорим, допустим, и тогда построил царь Шломон. И мы не говорим, что царь Соломон приказал своих министров, а министры приказали руководителям работ, которые стоят под ним. Они приказали архитекторам, а архитекторы приказали художникам, те, кто уже выполняет какие-то работы, рабочих. А рабочие приказали уже простым работникам, да, потому что это известный путь. Так говорить, мы иногда говорим подробно, иногда говорим коротко. И это также, это не основа, это не основная какая-то вещь, сказать подробно или сказать коротко. Также то, что мы изучаем во великом множестве лет, это относится к увеличению МЦИМ средств, которые добавляют нам действительно понимание. И есть особенный смысл каждой идеи по поводу ее времени, ее рождения и прихода в мир. Мы таки перевели последнее предложение, но мы его не будем обсуждать, потому что последнее предложение, что очень важно для каждой идеи время его прихода в мир. Это раб будет объяснять дальше. Мы к этому предложению вернемся на следующем уроке. То есть он выделяет из средств, скажем, идеи. Примеры про идеи важны, когда они появились в мире. Да, каждая идея, у нас здесь две вещи, которые мы обсуждаем. Первое, что, вот сейчас последнее, вот я просто же сам запутался немножко в словах. Первая вещь, что то, что сказано, что Всевышний так и так создал мир, во-первых, да, даже если мы скажем, что это да относится к созданию физического мира, Всевышний не обязан нам подробно рассказывать, как он был создан. Он может нам перескакивать и сказал Всевышний, да будет свет. И как он будет, сколько времени это заняло, что значит этот первый день. Мы не обязаны здесь, как бы, иногда он нам говорит подробно, иногда говорит в общем. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое у нас есть, но его мы сейчас не разовьем, так его развитие будет на следующем уровне. Это что? Каждой идее очень важно время, когда она рождается и приходит в мир. И это уже раз касается в следующем, поэтому я не буду это вообще сейчас трогать. Давайте подытожим то, что мы до сих пор увидели. Мы прочитали практически половину ответа. Значит, в начале было по поводу метраша, по поводу вкуса дерева и плода. Мы это вообще оставим в сторону. Но это относится, насколько я понимаю, опять-таки к соотношению морали и развитию возможностей. Это в стороне. Дальше он говорит, стандартное объяснение, что мы можем это объяснить, что Всевышний создавал миры, их разрушал. Мы можем это объяснить тем, что вказано в снеге зор, что были люди до и так далее. А то, что не до конца сходится с научными теориями, ничего страшного, на то научные не теории. Это первое объяснение. И, насколько я понимаю, оно абсолютно не основное. Потом идет второе объяснение, которое основное. Которое говорит о том, что Всевышний в рассказе о створении мира нам совершенно вообще не открывает научное строение мира и научное его создание. Также здесь у нас происходит идея о том, что время, которое Тора отчитывает, это время важное для нас. Важное с моральной точки зрения. Поэтому это, допустим, эти вот 6 тысяч лет. Почему это морально более важно, чем, не знаю, 30 тысяч лет тому назад дальше? Это хороший вопрос, да, но пока то, что здесь у Рава написано, почему, откуда Тора отчитывает, начинает свой отчет, начало моральное, а не физическое. Нам неинтересно, что было 13 миллиардов лет назад. Там не было ни человека, вообще ни земли. И когда была земля безлюдная и без животных, нам тоже неинтересно. А нам интересна человеческая история на 6 тысяч лет назад и дальше, нам уже, да, интересна. Это уже нас как-то касается. Это уже то человечество, которое мы как-то к нему относимся. Это вторая идея, которая тоже из важных у нас была здесь. После этого Рав опять вернулся к попытке соединить Тору науку и сказать, да, но мы можем еще объяснить, что никогда невозможно вообще противоречие, потому что Торана занимается предположениями, гипотезами. А Тора – это как бы абсолютное знание как бы от Бога. И в конце концов у нас была идея, две идеи, которые мы сейчас обсудили, о том, что Всевышний иногда говорит коротко, он не раскрывает, не перечисляет процессы, которые происходят, а иногда, да, перечисляет. Так же, как и мы говорим, да, мы говорим, что царь Соломон построил храм, мы не имеем в виду, что он сам лично месил блину. И последняя идея, которую мы раскроем в следующий раз, это о том, что очень нам важно, очень нам важно, какие идеи, когда раскроются и придут. И это начало объяснения того, что вы Нахама спросили, а собственно говоря, тогда, если это тайны, почему вы все равно, что мы учим из того, вот без всяких тайн, что мы учим из того, что у нас написано Тора таким образом. Это Раф нам упомянет дальше, это у нас будет здесь дальше, это мы оставим, к сожалению, на следующий раз. Но это еще более важно, более глубоко, чем все то, что мы коснулись до сих пор. Я говорил слишком много на сегодня, поэтому я передаю вам микрофон перед окончанием. Ну, я не могу вам можно сказать что-нибудь? Да-да, конечно. Ну, я не могу целиком и полностью согласиться, что даже в книге «Берешит» Всевышний не рассказал нам некоторые действительно строго научные вещи, которые, они фактически раскрыты, но до последнего времени люди о них не знали ничего. Например, для меня было большим откровением, когда я прочитал про воды верхние и воды нижние. Большинство людей воспринимают это как поэтическую метафору, а между тем известно из астрономии совершенно точно, что самое распространенное вещество в Солнечной системе – это вода. Не та вода, которая на Земле, а как оказалось в поясе Койпера и вот за пределами самых дальних планет, там колоссальное количество глыб и, так сказать, объектов, которые состоят, в большей части, там более чем на 90% из воды, и в них совершенно небольшие, так сказать, крапления скальных всяких пород и всего прочего. И когда приблизительно подсчитали количество воды, которая в них содержится, она неизмеримо больше, чем во всех океанах Земли. Мы, когда снизу с Земли смотрим на небо, мы видим вот в океане вода, в море вода, небо голубое, под небом есть вода, а что над небом нам и не видно, и не было видно, а теперь видно. Большим откровением для меня было прочитать в Макзоре на Роша Шана, если мне не изменяет память, в конце я аж прямо чуть не подпрыгнул, когда написано «Благословен Всевышний, который подвесил землю ни на чем». Бли-ма. Прямым текстом написано. Я, у раба, у которого я тогда учился, спросил, а не может ли это быть позднейшей вставкой какой-то или еще что-то, когда известен ли какой-нибудь напечатанный текстом Сидур Макзор самый древний, какой, так сказать, есть документ не 19-го или 17-го века, который после изобретения телескопа, а прежний есть или нет. Ну, точно мне никто не поручился, но сказали, что есть Макзоры порядка 12-го или 13-го века. Так что же, что же, говорю, тогда открыл Коперник, и кто может поручиться, что он не беседовал с каким-нибудь умным евреем, который ему там эти вещи показал. Теперь, вот здесь в одном из дней написано «Сотворил он чудище». Секундочку, 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 Барух, просто я извиняюсь. Это же все в книге Берешит. Я, 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 я извиняюсь. Нет, это лаэра цель плема – это йо. Я, я извиняюсь, я хочу вас просто перебить. Я просто, у меня сейчас время, я хочу коротко отнестись к тому, что вы сказали. Это известный подход. Вот, есть раввины, ученые, которые пытаются, которые хотят сказать, что у нас нет никакого противоречия, и тоже записывает то, что у нас сегодня наука объясняет. Она только проходит. Да, да. И правильно, и фэ. А мы, грубо говоря, представляем сегодня другой подход. Тем не менее, из трех объяснений, которые я сегодня дал. Первое и последнее идет в направлении того, что вы сказали. Но второе, которое я подчеркиваю как основное, оно говорит, что это всего нам не нужно, и предлагает совершенно другой подход. И я хотел бы это завершить таким образом. По вашему объяснению получается так. Тора написала абсолютно непонятные вещи для человечества на протяжении трех тысяч лет, но так, чтобы это было понятно для нас в конце истории. А я хочу предложить противоположную вещь. Тора говорит какие-то вещи, которые важны нам на протяжении трех тысяч лет и языком, понятным для людей, которые нет с 21 века. А просвещенные люди, поняв, что это немножко по-другому устроено, они уже разберутся со всем как-нибудь сами. То есть, Тора, что вы говорите, я хочу перевернуть. Я извиняюсь, мне просто уже, продолжим в следующий раз, просто мне нужно здесь уже заканчивать, я очень извиняюсь. Я вижу, Ширелли, вы хотите тоже сказать еще слово? Нет. Нет. Я просто хотел сказать, что, возможно, нет противоречий. Это одно может вполне согласовываться с другим. Бессмысленно говорить вещи, которые али цель блема, повесил землю ни на чем. Если у читателя книги Йома это вызывает только недоумение. Как ты ни на чем? Она же на трех китах стоит. Нет, он ему говорит, что она вообще, говоря, ни на чем. Но это не астрономическое знание, а духовное. Так что это одно другому не мешает. А потом выяснят, что это еще астрономическое. Собова? Прекрасно. Спасибо. Я еще раз извиняюсь. Время у нас... Я тоже извиняюсь, я вас задержала еще, но я хотела третью точку. Очень важно, мы продолжим в следующий раз. Всем большое спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.